Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас очередной технический выпуск, и мы будем заниматься тюнингом, то есть улучшением и заменой тех узлов, которые мне на этой лодке не нравились. Один из таких узлов это был джип Халиард, то есть это передний парус, который у нас называется стаксель, и мы будем менять систему проводки Халиарда. Погнали! Старая система была сделана вот таким вот образом. А вот новая система будет сделана вот так. На Сан-Мартене мы, вы знаете, занимались ремонтами там мачты всего, и у нас была задача сделать этот тюнинг, когда мачта была снята. Но здесь есть одна компания, которая, блин, просто говно. И они нам, конечно, все доставили, но заняло это вместо обещанных пяти дней три недели. И вот, наконец-то, наконец-то, приехала коробка. Долгожданная. Долгожданная. Так, ладно, открываем ее. Unpack. Ну, ты-то уже знаешь, что внутри. Я-то знаю. Главное, чтобы здесь все было на месте. Итак. Хопа! Трек. Трек. Смотрите. Вот этот вот трек будет установлен на мачту. Ниже дырки выхода холиарда. Если, как я вам уже показал, холиард двигался у нас через блочки в кокпит, то сейчас у нас будет фиксированный холиард, который будет растянуть на мачте. Внимание! И коробка не падает. Вот такой вот трек, который будет ездить. Мы его ставим в режим рабочий. И вот, смотрите. Кверху у нас будет идти холиард, который идет в мачту. Сюда, снизу, мы одеваем любую абсолютно веревку, которая идет через блочок, идет в кокпит на лебедку. И мы начинаем натягивать. И вот мы его натягиваем, натягиваем, натягиваем. И он работает в одну сторону. То есть он стопорит и обратно уже находится в полном натяжении. Если, видите, здесь в одну сторону работает, в другую нет. Если мы хотим снять холиард, мы переводим из режима lock в режим free fall. И он начинает двигаться. Мы его приподнимаем, снимаем нагрузку, снимаем петельку. Одеваем на него мессенджер. И по этому мессенджеру спускаем парус вниз. И вот такая вот система фиксированного холиарда, трек. Мы сейчас поставим на мачту. Единственное, что вы же знаете, поговорку. Нормально делай, нормально будет. Поэтому мы будем нормально делать сразу. Вот, увидите, здесь есть отверстия. Их 10 штук. 12 с крайними. Нет, это для этих стопоров, концевиков. 10 отверстий, которые нужно будет прилепить на ревиц. Я не знаю, в заклепки, наверное. Как я вам уже показывал, нам дали поиграться. Вот такой вот заклепочник. Волшебный. Волшебный, нескромный, которыми ревиц ставятся просто. Заклепки должны быть большие. Но есть несколько типов заклепок. Первые это алюминиевые. Вторые, не ржавейка, которые круче. Но, напоминаю, мачта сделана из алюминия. Вернее, из какого-то там сплава. И любые народные металлы, которые в этой мачте находятся, они создают коррозию. Потому что, как-то гальваническая пара, ну не важно. Создается коррозия. И вот, чтобы избежать этой коррозии, есть специальный ревиц, которые сделаны из манеля. Манель – это крутой материал, который... Я так понимаю, что он, наверное, как-то с титаном связан. Но я не знаю. В общем, кому интересно, Манель Ревиц, можете загуглить, посмотреть, что это такое. Здесь есть компания FKG Rigging. И они продают заклепки из манеля. Так вот. Нашему заклепочнику нужны заклепки из манеля. Срочно. Брутальному. Я поехал. Нет времени объяснять. Давай-давай. Давай. Давай. Гони. Нет, я не обидел. А ты босиком? Я, трогся. какой быстрый короче вот эти ревиц манеля из манеля они очень похожи на нержавейку но это не нержавейка нержавейка отличается и сейчас где-то у меня здесь есть лименька вот она то есть вы видите отличие да то есть по цвету по толщине не ну по толщине это не страшно нам кстати вот эти вот лучше чуть-чуть желте и да он чуть желте и вот вот эти вот крутые что померяем хоба прямо вот вообще идеально в посадочное место ложится класс ну что пришло время их запихнуть в мачту давай сначала отмеряем нет сразу сверлим а потом если же пересверлю конечно фразе нормально делай нормально будет как-то вам и не очень такой подход относится погнали делать если бы не этот мудакер блин из риггинговой компании я бы это сделал себе спокойно по-человечески прямо на блин земле можете линейку какой не не надо просто его вижу по расстоянию понятно от центровать если она относительно самой дырки будет смещено на пару миллиметров это не сможете эти веревки ослабить что понятия не мешает ну вот так мы его примере ли вот увидите наверху отверстие из которого халят выходит и ниже под ним будет трек и на всякий случай у нас будет оставлен молоток но это уже если мы там аварийно захотим поменять на исходную систему там делаешься ровняю трек ну все уже можно смотреть сейчас посмотрю так ну что точечки поставлен ты еще под углом главное правильным сюда буду ровно сверли ты кое-что Субтитры делал DimaTorzok Сейчас стружку алюминиевую вытрушу из кроссовок Но этого мало, мы сейчас берем чуть больше сверло и начинаем рассверливать дырочки Потому что сверло пятерка, чтобы ревец пятерку вставлять, нужно чтобы нам чуть-чуть было больше, то есть шестеркой Ну что, вот он пришел, время Х Еще босиком, алюминиевая стружка, толково Выковыряем потом Моя любимая Не забывай о перпендикулярности Перпендикулярно, чтобы все было Выглядит вот вроде точно Может прикрепишь? Давай прикрепишь Да Стой Надо что-то проложить Носик туда далеко не заходит Все нормально? Да Надо одну штуку оттуда теперь достать Так не должно быть Просто очень крепкая сама заклепка Как из нержавейки Ого Вот это праймер Может, на ступеньку залезть? Очень тяжело заклепочки такие ставить, должен заметить Толщина самой заклепки вон какая Миллиметра три Жесть вообще Может, даже больше Может, нет, я думаю, не больше, но все равно Она достаточно большая Ну, короче Помучиться придется Да нет, ручка Мне кажется, четверочка Это так и должно быть Ну, очень тяжело Реально, огромное усилие Тут, короче, еще прикол в том Что Вот эти отверстия, которые находятся Вот здесь Они находятся глубоко И И вот этот носик Он туда не упирается И получается, что он заклепку держит Вот на таком расстоянии где-то И если ее вытащить То вот это вот расстояние Как раз будет, которое ее не дожмет Поэтому я делаю так Я сюда кладу гаечку Вставляю сюда заклепку И просто у меня, получается, длиннее носик Изобретатель Так удобно вообще О, нормально Даже вот гаечка осталась Ага Ну что, следующую? Давай Слушай, тяжело эту штуку ставить Тяжело на солнце стоять Тяжело это вот это вот говно, которое, блин, нам опоздалось, достал Так бы сидел, а сделал вот так вот и на мачте Чпок-чпок-чпок-чпок-чпок Так вот у нас концевички Ну а сам трек Установлен прямо под отверстие, из которого выходит Хайярт И на всякий случай чуть-чуть выше молоточка А теперь одеваем все остальное и собираемся в систему Есть! Теперь одеваем каретку Ну вот Одета Так, каретка ездит Мы ее в стопорное состояние Все, отлично Каретка на месте Ну и одеваю сверху вот такой же концевичок Ну вот, система поставлена А теперь будем, когда заводить передний парус Мы его будем заводить уже вот на эту штуку Это я вам сейчас покажу Ну что ты, как дела? Нет, нет Я вот так заделываю уже, осталось совсем чуть-чуть А ну Так против солнца нет Ничего, а как по-другому, если мы так стоим? Короче, вот петелька получилась Вот так ее одеваем Опа Все, но это еще не все Сейчас я, вот я сплайсинг закончил Сейчас я его прошью Но Я думал, честно говоря, это будет немножко проще Ну и как, этот процесс-то на самом деле это не сложный То ты иголку в карман положил? А она такая тупая Короче, эта штука просто делается вот так вот Вы берете просто веревку дайнема И у меня есть такая фигня Инструмент Да, инструмент для сплайсинга Вот так вот вынимаете Вот эту вот часть Вот сюда вот в этот инструмент затаскиваете И просто делаете такой Оп, его протащили В принципе, вся задача Ничего сложного нету Единственное, что Ты стоишь там наверху одной рукой А второй пытаешься вот эту вот штуку крутить Которая там застряла Но все получилось Петля Ее уже можно натягивать Прикол дайнемовской петли в том, что Она, когда в натяжении Она вообще сама себя зажимает И ничего, она никуда не распотрошится Но если нагрузку снять Она может на снятой нагрузке начать вылазить Поэтому я ее сейчас зашью Вуаля И все Итак Как это работает Вот вы видите Идет сплайсинг Джип Халлиарда Это вот синий парус, который слева сейчас находится Вот он идет на лебедке Для того, чтобы его натянуть Мы берем еще одну веревку Это такой у нас тоже сплайсинг сделан Мессенджер Мы его Цепляем на нижнюю часть Вот И потом Его проводим Вот у нас он идет сюда И туда в кокпит На лебедку И для того, чтобы натянуть Мы просто тянем вниз И вот видите Там Когда хорошо Лебедкой оно натягивается Он даже Выезжает в пин И щелкает в следующую Позицию После того, как мы его натянули Мы его просто вот так вот снимаем И убираем врундук И вот этот фикс Халлиард Будет уже находиться на мачте Вот в таком виде Никаких веревок Ничего не будет Потому что Вот эту вот Мы просто убираем В локер врундук Вот такая вот система Вот подошел выпуск Очередной К концу Мы долго к этому шли Я очень давно хотел Сделать себе такой трек И вот в таком виде Чтобы у меня было Реализовано натяжение Джип Халлиарда На нашей лодке На этом все Обнимаю Проверяйте подписку Проверяйте колокольчик Пишите комменты Если что-то непонятно Расскажу Покажу Объясню Все До встречи Пока Субтитры сделал DimaTorzok